Это действительно программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. И сегодня свое особое мнение высказывает вице-спикер законодательного собрания Кировской области Михаил Курашин. Михаил, добрый день. Добрый день, Светлана. Я впервые посмотрела игру нашей сборной. Кто о чем, а мы все о ней. Включилась на моменте, когда уэльские болельщики пели так, будто весь стадион, это такой большой концертный зал, а там профессиональный хор какой-то выступает. Но потом я посмотрела, как играет наша сборная, и, знаете, правда, ну, правда захотелось плакать. Вот я человек, который к футболу никакого отношения не имеет, видя все, что там происходило, в общем, это какая-то просто трагедия. Почему все так? Ну, мне достаточно сложно говорить о нашей сборной. Единственное, что, наверное, здесь следует сказать, что, наверное, зря вы все-таки повелись на тему посмотреть этот футбол. Не надо было? Я думаю, что были другие, да, либо интересные трансляции, либо интересные занятия могли бы быть, потому что, ну, на самом деле, многие, ну, по крайней мере, из моего окружения, не испытывали никаких иллюзий относительно результата. То есть, как правильно подмечено было тем-то из моих знакомых, нас могло спасти только чудо. И вот, как бы так, надеяться на чудо в этих условиях, это было бы крайне неправильно. То есть, ну, вот я, там, как болельщик со стажем могу сказать, что для меня подобный результат, он был закономерен, это раз. А во-вторых, ну, он снял определенный такой болельщический груз. То есть, теперь я действительно могу смотреть и наслаждаться чемпионатом Европы, смотреть, как играют команды, которые хотят играть, которые умеют играть в футбол, и которые играют, помнят о своих болельщиках и о своей стране. То есть, вот, как бы так, наверное, это ключевые вещи. Почему так? Ну, сейчас много, и в том числе в интернете на эту тему разношления, естественно, что вопросы фундаментальные. То есть, когда мы получаем команду, которая не желает играть, а не желает она играть, потому что она, ну, на мой взгляд, это назвать там тепличных условий, но она, на мой взгляд, избалована, избалована вниманием, избалована деньгами, избалована какими-то условиями, то... Я правильно понимаю, что Вы считаете, незаслуженные... Абсолютно незаслуженные деньги, которые получают игроки. Абсолютно. Абсолютно. И, собственно, на протяжении наших чемпионатов постоянно вспыхивают скандалы не по качеству игры, не по содержанию игры, а по, там, кому сколько платят, и в связи с этим кто-то доволен, кто-то недоволен, и игроки начинают ругаться, там, с тренерами и со всеми остальными. Это не футболисты. Это ребята-шоумены, которые, там, зарабатывают деньги пока вот, там, в этой сфере. Поэтому, там, что от них ожидать? Да ничего. Да, то есть, это ребята, которые не просто подвели страну, они, ну, там, может быть, жестко сказано, там, будет, ну, предали страну. Если мы посмотрим на то количество болельщиков, которое было там и которое было здесь, то, там, другого слова, мне найти крайне тяжело. Никто не встречал в аэропорту. Ну, а как? За что? Ну, могли встретить болельщики, которые могли их... А зарплату, тем не менее, они получат, наверное, да, за этот чемпионат? Я думаю, что получат, и небольшой, и не случайно, что... Не маленькую. Ой, да, не маленькую. Не случайно, что уже, там, в интернете полно фотографий, как они, там, часть уже отправляются на юга, в каких условиях они отправляются. Был же стресс. С каким настроением. Да мне кажется, не было стресса. Потому что, когда выходит игрок на поле, это было вот, особенно во второй игре видно, мы проиграем 2-0, а он выходит на поле со смехом, улыбками и шуточками, ну... Может, это нервное? Нервное. Это вот, когда в третьей игре, перед самым началом, показали вольского игрока Бейла, у которого на лице было полное сосредоточение на игру. И тут же показали нашего капитана. Ну, сомнительная личность вообще, который, вот, на мой взгляд, в большей мере, наверное, вспоминал вчерашний вечер, где он его и как проводил, но никаким образом не думал об игре. По крайней мере, складывались такие ощущения, правда? Я совершенно ничего не знаю о нашей спорной. И когда рассуждают люди, знающие, интересующиеся, и даже знающие лично кого-то, и понимающие, что это за человек, я не знаю. Но то, что я видела на поле, на футбольном, это правда была большая трагедия. Это какая-то масса людей, шарахающаяся из стороны в сторону. Такое ощущение, что им было неловко даже ноги передвигать. Это правда. Ну, даже если вы футболом мало интересуетесь, два момента, которые, там, бросились всем в глаза. Это первый момент, когда капитан уходил на замену и передавал капитанскую повязку, и никто из команды не хотел ее брать. И пока не вмешался судья, там этот вопрос так и не решили. Ну, это позор. Никто в команде не готов взять ответственность. Никто не готов даже одеть повязку, не говоря уже о том, чтобы стать капитаном. И второй момент, это, естественно, момент, когда в конце даже тренер требовал от игроков выйти к болельщикам, и никто не вышел, ну, кроме, там, Акинфеева. Никто не вышел. Это показатель отношения. Мы помним, как вот наш замечательный, так называемый, капитан Широков, после провала на чемпионате мира в 2014 году, в интернете было много роликов, когда он с МАТа обращался к болельщикам и говорил, кто вы такие, да, и там, как ни удивительно, человек становится снова капитаном. Это вот, это не вопрос случайности, это вопрос, вот, наверное, все-таки системности, тех системных ошибок. И, опять же, там, может быть, не патриотично, но я не верю, что за два года к чемпионату мира мы сделаем команду. — Тогда как будет выглядеть этот домашний чемпионат? То есть нас побьют в первом же матче, и дальше россияне будут иметь удовольствие смотреть футбол. — Мы будем смотреть футбол и будем смотреть на хорошие, качественные команды, которые, там, показывают достойную игру. Потому что, вот, при всем, может быть, опять же, там, не патриотично скажу, да, там, первая команда, которая вылетела с Евро, была от сборной Украины. Эта команда недостойна, вот, даже, там, на фоне наших, она недостойна, чтобы вылетать. Потому что, даже проиграв, там, две игры, эта команда показала себя бойцом, показала себя командой, показала себя тем, что она сопереживает, и она стремится играть. Да, не повезло. Там, мы помним, как на чемпионате мира вылетали, там, сильные клубы. Никто, я думаю, камней в них не кидал. Потому что, там, команды показывали футбол, команды показывали желание выигрывать и играть. — Команда, собственно, призвана доставить удовольствие болельщикам. — В первую очередь, да. А не отработать деньги. То есть, вот, наши отрабатывают деньги. — Насчет болельщиков, кстати говоря, в применении к 2018 году, когда, вроде как, должен состояться чемпионат мира на нашей площадке, в России. — Вроде как. — Да. Вот, в связи с тем, что происходило во Франции, вот эти вот бои между болельщиками, в том числе и нашими, да, с участием наших болельщиков, что будет у нас в 2018 году? Вообще, ожидается ли, с вашей точки зрения, если мы отталкиваемся от нынешней ситуации, там, приток большого количества иностранных болельщиков сюда? — Ну, в любом случае, подобные мундиали — это место, когда люди, не взирая на политические и прочие вещи, они все-таки собираются. И поэтому я думаю, что ожидать большое число болельщиков нам приходится. То есть, мы верим в том, что они сюда приедут. Мне кажется, что ситуации, которые произошли в Франции, особенно в первые дни, они для нас стали таким хорошим поводом задуматься в организации системы безопасности и контроля. Говорить о том, что российские болельщики возглавляли весь этот шабаш, ну, я скажу так, что из 30 тысяч российских болельщиков, которые отправились на чемпионат, если речь идет о группе 100-200 человек, нельзя делать это у всех болельщиков, потому что многие, комментируя свое присутствие на чемпионате, говорят о вполне дружественной обстановке с теми же англичанами и с остальными. А хулиганствующие, они есть всегда. Кто хотел, тот нашел. Как говорится, кто что хотел. То есть, соответственно, тот, кто и получил. Хотя, мне очень нравится сейчас шутка, которую запустили, что, в принципе, наверное, можно было бы еще бы усилить скандальность и драки, тем самым нас бы дисквалифицировали, мы бы не испытали того позора, который испытали. Но это шутка, я думаю. Да, Михаил Курашин, и это его особое мнение сегодня, а для тех, кто хочет еще раз перечесть мысли Михаила, я сообщаю, что на нашем сайте, эфакиров.ру, выложен пост, урам отмучились, непатриотичный пост от Михаила Курашина. Спасибо. Это по поводу футбольного матча. Сейчас к другому событию минувших выходных, к очень печальному событию, другого рода, правда, совсем. Это трагедия в Карелии, происшедшая минувшие выходные, которые спровоцировали дополнительные проверки в лагерях по всей стране. На следующий же день последовали заявления высокопоставных лиц о том, что их необходимо провести. Сан Саныч Галецких сказал со своей стороны, я сейчас, это правительство Кировской области, я сейчас не дословно, но передаю смысл, что мы создали дирекцию лагерей, это мы знаем, мы тут знакомили наши слушатели с руководителем дирекции лагерей, мы, создавая дирекцию лагерей, усиливаем госконтроль в этой сфере, и это будет гарантией того, что такая трагедия, как в Карелии, не случится. Еще раз, это не дословно, но смыслово я передаю. То есть он говорит, что мы как раз действовали на опережение, и дирекция, и вот то, что сейчас говорят, что только госконтроль, очень многие говорят, поможет избежать безобразия в этой сфере, что частные лагеря плохо контролируются, а вот с нашей стороны мы уже вроде бы как создали такую структуру, которая позволит предотвратить несчастье. Вы как относитесь к госконтролю? Как Вы относитесь к частным лагерям и к дирекции лагерей, которая была у нас создана? Ну, давайте начнем с того, что там все-таки с Карелии, да, то есть я хочу выразить соболезнования всем родным и близким, и хочу все-таки опять же говорить о некой системности, которая привела к подобной ситуации, потому что данный лагерь существовал в Карелии достаточно давно. На протяжении этого периода он неоднократно получал государственную поддержку, то есть финансирование. Извините, Михаил, мне придется прервать нас обоих, сейчас у нас реклама на одну минуту, после чего вернемся. Вице-спикер Кировского областного законодательного собрания в нашей студии Михаил Курашин, это его особое мнение мы слушаем, мы прервались на разборе событий, которые произошли в корейском лагере и последовавших за ним, что называется, нагоняя. Да, и начали мы как раз с преддверия, что этот лагерь действительно существовал давно, он имел государственную поддержку, он имел государственное финансирование, то есть он был абсолютно легитимный, и вот тут как раз возникает вопрос об организации контроля. Не могу там говорить за тот регион, могу сказать, что в Кировской области я на протяжении всего своего периода работы здесь принимал участие в приемке лагерей. Я знаком с, наверное, большинством директоров, и знаю о том, как организована система контроля в течение всего лагеря, когда друг за другом приезжают то Роспотребнадзор, то пожарники, то еще там милиция и так далее. И вот как бы так сказать о том, что недостаточно контроля, не соглашусь. Контроля, я бы сказал, даже слишком много. Проблема заключается внутри в том, что на сегодняшний момент утрачены те традиции, загородный отдых, которые раньше были. Это отдельная работа школы вожатых, это отдельная разработка программ, это отдельное мероприятие, связанное с дополнительными мерами по обеспечению безопасности. В свой период, а я работал, начиная с подвожатника, наверное, лет с 16, могу сказать, что, в принципе, мы заезжали в лагерь за несколько дней до начала смены, нам были постоянные инструктажи, мы обходили все территории, мы смотрели все возможные зоны риска, до этого были школы вожатых, где мы знакомились, овладевали методиками психологии, педагогии и так далее и тому подобное. И в этих условиях говорить о том, что мы были не подготовлены к каким-либо ситуациям, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, действия в каких-то экстремальных ситуациях, все это было. То есть мы были готовы. На сегодняшний момент система утрачена, утрачена в первую очередь за счет того, что лагеря стали в основной своей массе частные, а не государственные, и в результате кто во что гораст. Сможет ли спасти дирекция? Ну, опять же, я могу сейчас так же, как Александр Александрович, поразмышлять о том, как это должно выглядеть, но пример, который мы получили буквально на днях, говорит об обратном. Две недели назад, до начала первой смены, мы вместе с общественной палатой посвятили один из лагерей, где на следующий день должен был состояться заезд. И этот лагерь как раз входит в дирекцию. И мы увидели, что лагерь не совсем готов, мягко говоря. В какой части он не совсем готов? Он был не совсем готов как с точки зрения материальной базы, так и с точки зрения кадровой. То есть не было ни контрактов, ни должностных инструкций, ни у педперсонала, ни у обслуживающего персонала. И когда через несколько дней, уже после открытия смены, уполночен по правам ребенка приехал снова в этот лагерь, для того, чтобы посмотреть, как все запустилось, выяснилось, что, собственно, по прошествии двух-трех дней трудовые контракты с педагогами так и не были заключены. А что этот лагерь относится к дирекции за границей? Он входит в дирекцию. А что его директора Евгений Крутихин на это сказал? Нас заверяли накануне открытия, что к моменту открытия все контракты будут. И вот сегодня буквально... А люди-то были? Дети в связи. Люди, дети были, вожатые работали, контрактов нет, а значит никто не несет ответственности. Да, то есть в случае, что ответственности нет. Вот сегодня мы будем на базе общественной палаты обсуждать как раз итоги этой поездки и итоги той ситуации. Потому что поездки, которые проводит Владимир Валерьевич Шабардин, полночен по правам ребенка сейчас по лагерям, показывают, что в лагерях, которые относятся к дирекции, вопросов очень много. Мы поторопились с запуском дирекции в этом году. Об этом говорили все. И общественная палата, и уполномоченные по правам ребенка. Мы говорили все о том, что нам надо подготовиться и запустить дирекцию со следующего года. Но вот так сложились обстоятельства, что эта дирекция появилась сейчас. Поэтому там какой будет результат разбора, ну я думаю, что следующий из гостей, кто будет принимать участие, он, наверное, поделится в эфире. Мы поторопились с запуском дирекции в этом году. И последствия, которые сейчас наблюдаются в лагерях, вы с этим именно связываетесь? Отчасти да. Потому что в настоящее время, точнее, до появления дирекции, директора этих лагерей несли персональную ответственность за готовность смен, за подбор персонала, за соответствие всей нормативной базе запуску смен. И их контролировали, с них спрашивали за это. А что сейчас? А сейчас в данном случае эта функция на себя взяла дирекция. Ответственность-то кто несет в этой дирекции? А вот это тоже вопрос. Потому что когда мы, предположим, на базе этого лагеря, где мы были, задавали вопрос директору, а кто будет нести ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, тут выяснилось, что директор оказался не готов отвечать за эти вопросы. Директор Крутихин вы имеете? Лагеря. А Евгений Крутихин что на это говорит? А Евгений Крутихин как бы так попытался... Может быть он должен отвечать, нет? По логике да, потому что лагерь сейчас, как юрлицо, это дирекция. Но с его слов, он эту ответственность все-таки пытается делегировать на директора лагеря. А в уставе что сказано о дирекции? Вот вопросов очень много. Они сегодня будут разбираться на базе общественной палаты, а завтра мы с Шабардиным едем еще в ряд лагерей, для того, чтобы еще раз посмотреть ситуацию в других лагерях, которые в том числе относятся к дирекции. Мы будем освещать все, что происходит, что связано с этими вопросами, потому что речь идет о безопасности и жизни детей. Да. Сейчас переходим к другому вопросу. Мы говорим о том, что кировские депутаты нашего областного собрания не решились или не решили послать сообщение в Госдуму о том, что нужно ратифицировать, я специально так сказала, обращение в Госдуму, да, о том, что нужно ратифицировать все-таки 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции. Это случилось на последнем пленарном заседании в минувший четверг. Я бы сказал так, последний раз случилось, потому что этот вопрос поднимался. Очередной раз это случилось, так скажем. Вы-то сами... Я поддерживаю. Поддерживаете. Вы считаете, что нужно ратифицировать. Почему не соглашаются ваши коллеги по областному загнадочному собранию? Какие аргументы выдвигаются? Ну, на самом деле, из тех аргументов, которые были озвучены на пленарном заседании и в ходе работы комитетов, аргументы не относились в большей мере к тому, почему они не хотят поддерживать, а относились к общим рассуждениям о том, что такое 20-я статья Конвенции, насколько она применима с юридической точки зрения и так далее и тому подобное. То есть, соответственно... Там не говорили, что она вражеская, мы ее принимать не будем. Нет. Нечего Западу диктовать нам, значит, как относиться к коррупции. Мы же признали всю остальную Конвенцию. Ну, мало ли, мы же можем выборочно. Вот, поэтому там комментировать я, честно говоря, не могу. И для меня это такое же удивительное событие, как и многие другие, особенно когда речь идет о каких-то выставлении каких-то дополнительных требований власть держащим, что это какая-то священная корова, против которой партия большинства не хочет никаким образом двигаться. Хотя, по мне, подобное обращение с подобным предложением является вполне логичным, тем более, что к вопросу коррупции у нас периодически мы подходим, там, раз в квартал на всех уровнях, и на муниципальном, и на федеральном, и так далее. Вот, и что-то все-таки от слов пора уже делать. И установление вот этих позиций, связанных с конфискацией имущества, с обязательным декларированием, оно должно давать какие-то плоды. Потому что на сегодняшний момент у нас, там, кроме слов-то больше ничего нет. И, несмотря на все запреты, мы до сих пор там периодически из интернета узнаем, там, о том, что тот или иной чиновник или депутат, там, все-таки, там, сохранил активы, там, где-то, там, работает с офшором. И, несмотря на то, что все эти запреты есть. И вот в этой связи, как бы так, принятие данной конвенции могло бы стать первым шагом для того, чтобы все-таки от слов перейти к реальным делам. Ну, вы знаете, когда это происходит в Государственной Думе, по которой постоянно поступают сообщения о массовых разводах, например, депутатов со своими женами, и о том, что они подают декларации, несмотря ни на что, там, или запоздание поделают. Ну, еще как-то, я не знаю, они далеко, наверное. Ну, как бы так далеко. Вопрос заключается в том, что они, в отличие от всех депутатов, получают заработную плату. Все. Согласна. И не маленькую. И не маленькую. А вот получают заработную плату. Наших-то, вот я не могу понять, почему местные-то депутаты не хотят намекнуть своим коллегам, вышестоящим, о том, что так нельзя. Ну, вот тут какое-то, ну, очень сложно сказать. Что значит, там, юридические какие-то вопросы возникают? Вот действительно, вы говорите, все остальное приняли, а это нет. То есть там не возникало, а то, что касается, там, коррупции, или просто зарабатывания денег, или как зарабатывают твои родственники, вот здесь возникает вопрос сразу. Ну, тут, наверное, не столько с точки зрения предоставления, потому что в конечном итоге мы, там, получили уже достаточное количество законов, которые, там, обязывают депутатов, при том, даже тех, кто работают на общественных, сначала, там, декларироваться. Вот вопрос наступления ответственности. То есть, и вот, не знаю, по какой причине, там, не готов комментировать. Давайте мы посмотрим хотя бы тогда на принадлежность к различным партиям наших депутатов. Насколько я понимаю, из выступлений у нас, новости были сделаны с пленарного заседания, насколько я понимаю, что ваши коллеги по «Справедливой России» выступают за, и вы выступаете за, я не знаю, как выступают коммунисты, что они говорят, они поддерживают, что говорят ЛДПР, не поддерживают только «Единая Россия». То есть, это позиция партии, насколько я понимаю? Это позиция партии. А значит, позиция большинства? Позиция, позиция большинства и большинства на всех уровнях. Может быть, здесь вот точку поставить? Ну, я думаю, что, скорее всего, много точек, потому что, я думаю, что... Будут еще заходы? К этим темам все равно мы периодически возвращаемся, и там, вероятно, что и заходы будут по данному предложению, по ратификации. Но там... Мы понимаем тогда, что пока на самом высоком уровне руководство партии «Единая Россия» не решит, что нужно ратифицировать эту статью, а ничего не произойдет? На самом деле, решение, мне кажется, даже не столько партии, сколько президента должно быть. Все, все понятно. Потому что он должен... И он понимает, я думаю, что его окружение и приближенные структуры, они обладают все-таки высоким уровнем коррупции внутри. И с этим надо чего-то делать, потому что страна не пойдет никуда дальше с такой коррупцией. А сама по себе ратификация этой статьи, вы думаете, коренным образом изменит ситуацию в стране? Я хочу в это верить. Я хочу верить в то, что все-таки ужесточение мер, связанных с коррупцией, будут давать результаты. Не случайно, предположим, периодически все же вспоминают опыт, предположим, Китая, когда расстреливают, невзирая миллиардер, чиновник и так далее, жестко, но, на мой взгляд, эффективно. Очень жестко сегодня Михаил Курашин комментирует те действия, которые необходимо предпринять как по отношению к футболистам, нашим проигравшим, так и к коррупционерам во власти. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, может, после этого он подобреет. Посмотрим со следующими вопросами. Продолжая тему лагерей, я хочу напомнить, что депутаты областного законодательного собрания Кировской области скинулись деньгами, чтобы выкупить путевки в крымский лагерь, часть путевок в крымский лагерь, и туда едут дети из неблагополучных семей, из детских домов, но, в общем, все те, кто не могут себе позволить купить эту путевку, вы в этом участвовали, Михаил? И как вы к этому относитесь? Зря вы решили, что я буду добрее, задавая подобные вопросы. На самом деле, я не очень поддерживаю идею этого лагеря по одной простой причине, что, ввязываясь в подобные проекты, мы должны понимать экономику и нашу способность эти проекты реализовывать. То есть, то, что появилась возможность получить в лагере, это, наверное, хорошо, но то, что мы не в состоянии ни подготовить лагерь, ни организовать нормальную доставку, дешевую доставку, потому что половина стоимости путевки это стоимость перелета. Нам предлагают авиакомпании простым жителям летать в Крым за 5-6 тысяч, а чартер для детей мы организуем за 8 тысяч. Ну, как бы так это что такое? То есть, мы даем там стабильный заказ, грубо говоря, раз в 2 недели на 100 с лишним человек, и нам из-за этого поднимают цену. То есть, мы не готовы к тому, чтобы этот лагерь был. У нас есть другие лагеря на побережье. У нас есть лагеря на Азове, да, куда ребят отправляют вот как раз из детских домов, из многодетных семей. Наш лагерь на Азове? То есть, поощрять тех, кто хочет в Орлено-Кварте, да, то есть на юга. Подожди, а Вы не видите вообще, ну, понятно, что сейчас там в первом сезоне поздно заключены договоры, и приходится покупать сейчас по большим ценам эти же билеты авиа, но Вы не видите никакой перспективы, которую рисуют Ваши же коллеги, что лагерь может стать круглогодичным, куда могут ездить там дети круглый год? Вы понимаете, даже при наличии, при понимании того, что там есть какая-то определенная материальная база, все сходятся в том, что в эту базу необходимо вкладываться. Что эта база на сегодняшний момент достаточно старая, ее необходимо обновлять, и, соответственно, дальше возникает вопрос, кто будет за это платить. И на какой ответ на этот вопрос? Нет, никакого ответа. Есть только озвучимая позиция губернатора о том, что бюджетных денег мы туда направлять не будем. Это значит, любимая формулировка в Кировской области, в Кирове, в ней бюджетные средства. Я все время задаюсь вопросом, а что это такое? Кто эти источники? Кто или что? А помимо этого, мы как-то забываем говорить о своих проблемах. А проблема заключается в том, что мы по итогам прошлого года оздоровительной кампании похвастались появлением трех новых лагерей, хотя де-факто речь идет о том, что это один новый лагерь появился. Но появление этих лагерей привело к тому, что были сорваны планы по продаже путевки по всем остальным. А это не до набора, а это не до финансирования этих лагерей. А это, соответственно, то, что эти лагеря не вкладывались в свою базу. И выбирая между проектом, в котором мы пока не в состоянии его финансировать, и помощи нашим лагерям, я склоняюсь к тому, что надо помогать нашим лагерям, в первую очередь. Ну, это понятно. И тем не менее, если мы вернемся к крымскому лагерю, уж состоялось так состоялось, неужели вы рекомендуете сейчас бросить эту затею, закрыть этим сезоном и больше к нему не возвращаться? Пока да. Ясно. Пока позиция моя такая, потому что я вижу, с каким большим трудом... Ну, давайте так, Светлана, вот за 40 тысяч вы со своим ребенком в Крыму вдвоем... Не отдохну. Отдохнете, дикарем. Отдохнете. Билеты. Те же билеты. Отдохнете. Вам хватит. Не поеду все равно, Михаил. Ну, второе вопрос. Михаил Курашин, ты и у вас обо мнения, мы сегодня слушаем. И в интернете, и в том числе на нашем сайте, появилось в фотографиях моста через улицу Ленина мост, запланированный к реализации в рамках проекта «Авиатский променад». О нем мы много говорим, и новости сейчас идут. Вы его видели, этот мост? Это такая конструкция, которая перекидывается через улицу Ленина по улице Спаской, с двумя винтовыми лестницами стоя с другой стороны, металлический такой мост. Для того, чтобы реализовать концепцию пешеходной зоны от театральной площади до набережной Грины. Как вам он понравился? Ну, тоже я начну там, может быть... Я скажу, почему мы обсуждаем, потому что имеет смысл, поскольку вчера представители проектировщиков и инициаторов этого проекта заявили, что они готовы обсуждать. Вот мы обсуждаем. Если мы готовы обсуждать, то мы давайте начнем обсуждать с того, что такое «Авиатский променад». То есть, если это проект муниципальный, то, соответственно, дальше возникает вопрос о том, что он должен проходить определенные этапы, и нам должны представляться готовые проекты, не картинки в 3D-моделях, а готовые проекты, решения. А изначально должна быть представлена муниципальная программа, из которой мы будем понимать, что, собственно, хотят сделать. Если это проект какой-то частный, тогда возникает вопрос, а, собственно, интересы муниципалитета как здесь учитываются? Как учитываются интересы тех людей, через которых будет проходить весь этот «Авиатский променад», начиная от «Колеса обозрения» и заканчивая всем остальным. Если это проект общественный, то тогда возникает вопрос, а где общество при этом проекте? Как общественный проект, я этот проект не видел. Как проект частного лица, ну, автор все время пытается каким-то образом прятаться, но там все понимают, кто за этим... Но он же не прячется, за минувшую неделю практически на всех порталах появились либо интервью, либо новости от Валерии Копасновых. О том, что вот он провел первое мероприятие. Но там, когда впервые всплыла тема по колесу обозрения, да, и о проекте «Авиатский променад», в рамках которого ставится данное колесо, то как бы так его там не было видно. Он лишь поддержал идею о том, чтобы не поставить. Почему бы нам не поставить это колесо обозрения? Поэтому там, если это как бизнес-проект, давайте рассматривать его как бизнес-проект. Но при всем при этом, там условия, на которых он будет получать те или иные земельные участки, должны быть коммерчески обоснованы. Они должны быть выгодны с экономической точки зрения, как сдача коммерческой недвижимости. Выгодны городу. Естественно. Ну и, соответственно, всем нам. Поэтому я, честно говоря, этот проект не могу спозиционировать по его принадлежности. То, что касается отдельных частей, ну, я знаю, в 96-м году Морозов, который, Калинка Морозов, предлагал подобный проект. Он предлагал проект как раз от театральной площади до, практически, до реки. Кикиморские горы, наверное, да? Нет? Нет, именно по прямой. И тогда этот проект действительно пытались обсуждать. Реально обсуждали. Там были идеи мастеровых переулков и все остальное. И он готов был этим проектом заниматься. Ну, тогда не поддержали, ввиду отсутствия денег. Сейчас, вроде, опять же, вопрос в том, что поднимается, но не понятно, чьи. Нет, сейчас тоже деньги в муниципалитете и в области на этот проект отсутствуют. Но ведь, по-моему, автор проекта или авторы проекта прямо заявляют, что это частные инвестиции. В том числе и Валерий Крозов. Не вопрос. На коммерческой основе. Вот это нельзя забывать. Нельзя давать эти земельные участки как социальным объектам, как благотворительным объектам. Это коммерческий проект. Люди покупают недвижимость в центре города. Соответственно, они должны заплатить. Они могут не только покупать, они же могут просто арендовать. Это уже второй вопрос. Ну, и непосредственно к лестнице. Я, на самом деле, считаю, что не самый, наверное, интересный вариант. Потому что существует много вопросов, много ограничений. Это вопросы связаны с доступной средой. Это вопросы связаны с безопасностью. Это вопросы связаны с сохранением, опять же, исторического облика. То есть, ну, как бы так... Так, во-первых, давайте попросту. Внешне он вам понравился, этот мост? Ну, он достаточно там... Простая конструкция, не считая винтовых лестниц. Этих вещей я не понимаю. Теперь, вы любите винтовую лестницу? Нет. Мне хватило Исаакиевского собора, когда я поднимался на обзорную площадку, понять, что винтовая лестница достаточно тяжелая. Теперь, когда мы говорим о довольно амбициозном... Его представляют как амбициозный проект, авиатский променад, как пешеходную зону. Не должна ли там реализоваться концепция той самой доступной среды, которую вы упомянули уже? Там много концепций должны реализоваться. Там бордюры и так далее. Что там должно быть? Вы себе... Я себе, знаете, как представляла? Что там будет красивое, хорошее, добротное покрытие, ровное, где каждая мама с коляской, велосипедист или инвалид, а уж тем более мы с вами, которые, слава богу, без всяких приспособ, могут пройти. Но я вот этого ничего не увидела. Возможно, это в перспективе будет. Есть примеры Арбата, есть пример Покровки. То есть мы себе представляем, что такое качественная пешеходная зона. Казань, пожалуйста, а не ближе. Есть пример Баумана, да. То есть мы же видим это все. Насколько мы можем создать условия, мы не понимаем даже, как мы собираемся, где и как делать эту пешеходную зону. Делать пешеходную зону, где стоят жилые дома, это неправильно, это в первую очередь некомфортно будет тем людям, которые там живут. Раз. Второе, необходимо решать коммерческую составляющую. То есть необходимо понимать, что это же пешеходная зона, это зона для бизнеса, где он должен существовать. Что мы можем на этих участках? Много чего. Рестораны, магазины, кафешки. И, собственно говоря, жить на верхних этажах домов, которые относятся к пешеходной зоне, так мне кажется, это прекрасно, потому что там же не будет машин. Ну, вот вы же автовладелец. Да. Я бы с удовольствием в пешеходной зоне... Ну, насколько я знаю, те, кто живут, предположим, на том же Арбате, это не очень довольны тем, что это вот постоянное хождение, музыка, шум и так далее. Это достаточно мешает. Дальше следующий тогда аргумент, Михаил, аргумент, о котором приводят люди, которые за проект, и те, которые его делали. Почему всё время против? Вот придумали проект. Почему жители, часть людей, там, всё время против, что бы им ни предложили? Может быть, с чего-то надо начинать? Да. Ведь у нас даже не пахнет инфраструктурой в городе. Да. Давайте начнём. У нас была обозначена задача развития исторического центра. Сегодняшний именинник, глава города, эту задачу озвучивал, по-моему, с полгода назад. Если не раньше. День рождения сегодня. Владимир Васильевич сегодня день рождения. Давайте поздравим Владимира Васильевича. Поздравляем Владимира Васильевича. Он обозначал эту тему. Давайте мы будем решать вопросы инфраструктурные. Хорошо. У нас есть новые микрорайоны, которые не обеспечены, не транспортно, никаким образом, не культурно. То есть давайте решать эти вопросы. Давайте будем решать вопросы комплексной застройки этих микрорайонов. Потому что когда микрорайон, предположим, в районе ДСК застраивается, и в нём там ни садов, ни школ, ну вопрос автоматически возникает. А что мы там делать будем через районное количество? А всё бы вам на другие рельсы переводить? Всё проблемы у нас, дороги у нас, детских садов нет. Нет, это почему я... Вам тут дарят целый пешеходный маршрут. Дарят вам даром. А вы сопротивляетесь. Ну, насчёт даром я как бы так нигде этого не слышал. И я не верю в то, что это будет даром. Потому что многие проекты, которые мы видим, даром мы как раз там ничего особо не получаем. А что ваше сомнение развеяло? Вот полминуты у нас состоится. Мои бы сомнения развеяло в том, что если бы этот проект действительно стал общественным и получил бы общественную поддержку на основе предложений, принятых предложений от общественных, от общества, от жителей, что бы они хотели видеть в этих зонах? То есть проект, прошедший общественное обсуждение? Нет, именно общественный проект. Где каждый из нас, и мы с вами могли бы сказать, нам было бы интересно, чтобы здесь бы появилось это, и мы готовы это сделать. Нет, сами сделали. Это общественное. Вы много видели людей, которые готовы сделать в городе фасады, дороги, тротуары, мосты? Насколько я знаю, что если бы меньше было административных и прочих стопоров, то многие предприниматели, предположим, линии на готовые были бы. Так все-таки предприниматели? Ну, имеется в виду, да. Но мы-то с вами, предположим, можем заниматься нанесением зеленых линий, или там нанесением велосипедных дорожек. Можно ли нас на субботник привлечь? С удовольствием. Если мы понимаем, что мы это делаем и для себя, и для всех остальных. Особое мнение Михаила Курашина было сейчас в эфире. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Я с Федланой Занько прощаюсь. До новых встреч.